Ты, как всегда, мастер. Мне очень приятно. Здорово пообщались. Не расслабляйся. Заходи еще. Больше не приду. На моем сейчас надо сосредоточиться. Что, рассредотачивался в человечном? Да я что-то два дня какой-то чуть подуставший. Это потому что у тебя много работы. Когда у тебя много работы, ты всегда уставший. Так я вчера всех отменял. Что, ты готов? Я? Я всегда готов. К тебе в кресло я готов всегда. Ночью, днем, утром. Что, пойдем тогда? Все, идем уже, да? Все, пошли. Чтобы все было профессионально. Спасибо. Егор, можно, пожалуйста, не обжечь мне голову, как в прошлый раз? Я только вылечился просто. Сделай мне, как делает Крещано Роналдо. Намочи мне. Вау. Что делаем, Сашка? Егор, ну, я доверяю твоему вкусу. Поэтому, главное, не на усы. Джеком поливаем? Джеком обязательно. Для роста. Без Джека вообще никуда. Я из дома не выхожу без Джека. Только с Джеком ухожу. Ладно, расскажи мне, что нового в футбольном. Недавно, не знаю, смотрел, не смотрел. Про футбол. Игорь Михайлович Суркиц пришел в студию. К Игорю Степановичу, цыгану. И рассказал все интересные моменты. Суркиц пришел в студию? Да, да, да. Я не знаю, как он набрался сил. Он так очень тяжело переживает после поражения. Я сегодня перед игрой знал, что будет такое судить. Что? Ну, я знал. Я много чего знаю. Я знал, что будет такое судить. Удалить. Смотрите, удалить. И еще не один раз оно такое будет. Никого не отчислил после игры? Ну, я думаю, нет, я думаю, никого не отчислил. Я надеюсь на это. Потому что бывает такое, что из таких игр. Я давал себе слово, когда я к вам приду, что я не буду заводиться. Но у меня все бурлит внутри. На самом деле, я думаю, что просто Динамо испащилось. Тем более, такой график непростой. Две тяжелые игры с АЕКом. В принципе, тяжелая игра с Олимпиком. Поэтому это нормально. Это должен был быть спад. Ну, и не пошло, знаешь, там и пенальти, и удаление. То есть все так как было. Я не смотрел, признаюсь честно. Не смотрел? Не. Мы только следили в этом, знаешь, в моей скоре. Поэтому было хорошее. Да игра была такая боевая, интересная. Конечно, ротацию провел немножко и Александр Николаевич. Там нормально. Плюс дисквалификация, и Женя Хачик не играл? Не, не пропустил. А, ты же ему дали. Сколько дали? Двиг же дали. Нет. Он Олимпик пропустил. Араку сколько дали? О, раку не помню. Там был спросить, у рака, это же видится. Там мне говорил, что две недели отпуска у него еще. Еще две недели отпуска? Да, это сколько, две игры получать? Ну, я думаю, больше, наверное, куда-нибудь. Ну, он одну уже отсидел, правильно? Ну, две. Две? Еще две? Пять-пять-ноль, пять-ноль. Что, с заколочкой тебе дела? Чтобы красиво было? С заколочкой? Ну, давай сделаем с заколочкой. Главное, чтобы потом... Давай, нормально, так. Давай, без газа заколочкой. Сейчас, я чуть потушу, пошунись. А помнишь, как ты должен был ехать в Панеоне в Грецию на просмотр высшей лиги? И заболела. Это было давно неправда. Скажи мне, что там этот Орек там обещал президент. Классная история была, мне кажется, это не каждый... Не каждый клуб, не каждый президент клуба может придумать вот такую схему. Они вышли в этот, они вышли в группу Лиги Европы. Вот, и он обещал рассчитаться. У них был бонус за высшая. Да, да. Но он и рассчитывался. Ну, так, решил придержать немножко денег. Потом ребята вышли из группы уже. Ты как, знаешь, дети, ты проспорил. Да, да. Давай на две поспорим. Да, да. Споришь на... Давай на четыре еще проспорим. И пока не выберешь. Ну, то же самое, да. И они, получается, вышли из группы на Динамо Киев президент. И говорят, ребят, я готов вам дать премию миллион евро за то, что вы пройдете Динамо Киев. Вот. Но вы, если не пройдете Динамо Киев за выход из группы Лиги Европы, тогда не получаете бонус. Там бонус равен 400 тысяч. Короче, мне кажется, даже если вы, пацаны, выиграли Лигу Европы, он бы сказал, пацаны, второй раз возьмете. Да, 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 да. Я утраиваю. Утраиваю. Да, да. Ну, как бы... Вот. И они собрались на такое собрание футболистов. Собрались, посоветовались. Ну, приняли решение, что есть все шансы пройти Динамо Киев и заработать больше денег. Банкроты. Півроку, рік, буду играть бесплатно. Ну, ничего. Такая в них судьба. Я смотрел эту игру, видно, что Динамо еще чуть-чуть не в форме после сборов, перерыва, как бы. Ты же сам был футболистом, ты знаешь, что после сборов выходить и играть, тем более, какие важные игры. Это фото, там, Кубок, там, еще что-то. Это сразу на вылез. Это не просто. Да, есть такое, есть. Ты, кстати, что к нам не приезжаешь смотреть? У нас тут плазма, пиво. Яшка, ты понимаешь? Две драки. Нет, я к алкоголю отношусь очень... Должно говорить, что на футбол и пиво, по-моему, это... Нет, я могу посидеть в каком-то там... Нет, я, кстати, видел объявление, да, я не приехал, потому что у вас кальян. Туда вы калян поставите, а туда нужно съехать. Человек-кальян. Ты в машине уже воткнул себя там на торпеде где-то, а? Шланг просто включает. Провел? Знаешь, как это? Многие там заливают жидкость для омывания фара, ты так табак закинул. Табак закинул куда-то. И угли туда же, да? И трубка. Нет, трубка выходит, движок работает. Слушай, надо подумать, на самом деле. Слушай, ну заедь, да, ты часто там на СТО. Заедь, там. Ты любитель этой идеи. Я просто люблю, чтобы машина была в идеальном порядке. Прохадщика ты не договорился еще? Нет, такой Женя же, у него агент есть официальный. Поэтому его агент занимается. Я никакого отношения не имею. Тяжело, конечно, сказать по поводу оставаться ему, не оставаться. Только я думаю, он сам для себя должен принять определенные решения. Но я считаю, что все-таки футболист... Если он просто останется в Динамо Киеву, условно, подпишет новый контракт, то можно сказать, что он проведет всю жизнь в одном клубе и не увидит, как бы, каких-то других просторов футбольных. Сейчас советовать, какой чемпионат ему пойдет, условно, в пользу, тяжело. Ну, были разговоры там и за Турцию, были разговоры и за Грецию. Это хорошие футбольные страны, однозначно. Мне кажется, Жене, во всяком случае, должно быть предложение. Хоть одно с такой серьезной, какой-то европейской футбольной страной. Это его мечта, поиграть на Западе. В Львове? Это трохи захиднейший. Да, может во Львове. Мое мнение, что Жека один из лучших защитников в Украине. Нет, это однозначно. Я даже тебе скажу, что он лучший защитник в Украине, когда у него есть настроение, есть мотивация, есть желание. А вот это однозначно, тут даже говорить не о чем. Что сверху сильно выбираешь? Нет, так чуть-чуть, давай чуть-чуть подровняю там просто. Если пойдет в Грецию, будет очень крутое противостояние украинских центральных защитников. Там получается, очевидим, есть останется Чегринский, Селин и Приндетт. Четырецентральных защитников играет в четырех командах. В Чегринском сколько лет уже? Ну, тридцать один, в смысле шестого. Ну, а у Димы еще, у Димы еще есть время поиграть на хорошем уровне. Тоже ровно. Поэтому мы тоже по Диме сейчас в раздумьях, потому что есть варианты, есть предложения. Он действительно хорошо очень выглядит. Ну, у него есть желание остаться в Уэйке, но все-таки есть некоторые моменты, которые смущают его. Санечка, что мы с бородой сделаем твоей? Ну, мы как всегда давай. Чисть? Да, как всегда, только, пожалуйста, ну, без ошибок. Ну, то, чтобы усы остались. Санна побить, а? Ну, как бы, чтобы желательно усы остались. Слушай, ну, хорошо, прошли АЕК. А, окей. А сейчас ЛАСС. О-о-о-о. Сейчас же ЛАСС. ЛАСС. Сеньоры, сеньоры. Ну, смотри, мне кажется, Динамо Киев везет с Орлами, да? Там, получается, эти одни Орлы, это АЕК. Да, сейчас снова Орлы. То есть, что там Орлы какие-то еще остались после ЛАСС. Не все Орлов перебили еще? Не знаю. Слушай, ну, ЛАСС. Сейчас очень хорошей формы. ЛАСС сейчас показывает очень крутой футбол. Только не на ходу. У них чемпионат, грубо говоря, не прерывался. Ну, будем объективными. У Греков не такой сильный чемпионат, как у Греков. Понятно, что ему сериал, конечно. И сейчас тоже непростая ситуация в сериале, сразу забрасывать. Очень непростая, объясни. Ну, послушай, ну, в любом случае, у них спад, да, в чемпионате. У них давно итальянские клубы. Ну, понятно, Иванто Севенто просто нет. Наполи, да, сейчас доказало всем, что Наполи не вышло из группы лиги чемпионов. Да, вылетели от Лейпцига. То есть, условно, хотя они лидируют сейчас в чемпионате. Чуть-чуть назад. А что ЛАЦ? ЛАЦ? ЛАЦ тоже давно не добивалась больших результатов. Поэтому надо бороться с ними, надо правильно выстроить игру и давать с тобой на стрижку забился. Не, я не азартный человек. Я тоже не азартный, но просто чтобы интересно было смотреть. Ну, придешь к нам пиво пить и будем интересно смотреть. Давай на стрижку заберем. С медикам и спорим. Ну, не будьте этим пивцом. Я скажу, что Динамо Киев пройдет ЛАЦ. Если Динамо Киев пройдет ЛАЦ, ты подстрижешь меня и побреешь бесплатно. А если Динамо Киев не пройдет ЛАЦ, то в следующий раз, когда я буду стричься, я тебе двойной тариф беру. Давай тогда я тебя тоже подстригу бесплатно, но на лысо. Не, ну, слушай, давай ты тоже как бы на лысо, мы, кстати, стрились, ты помнишь, да? Да. Где-то, когда я там был, я думаю, да. Ну, по-моему, летом. Перед, полгода. После лета. Это сентября было, когда я начинал свой аппарат по похудению. А, да-да-да. Так что? Погоди, не болтай, сейчас со стрижем. Закрывай глаза. Ты веришь, что бусы остались, ты знаешь, что? Жорик бусон пришел, мы ему усы равняли, ему что-то щекотно стало. Ну и что? Что, просто бзык и полусова нету. Полуги. Ему смешно ли он чихнул? Не, ну, я так сверху, знаешь, равняю. Он такой. Отлично, вот даже видно, да. Не, ну, руку мастера видно сразу. Зла мастера, е-мое. Хочешь чуть-чуть бегать по средам, как Криштиану? Я хочу по воскресенью бегать. Ну, как Криштиану хочешь? Как Криштиану? Хочу. Ну, ну, тогда тебе и бабу себе такую найдешь. Ты, как всегда, мастер. Мне очень приятно. Спасибо, старик, спасибо. Очень здорово пообщались. Не расслабляйся. Заходи еще. Больше не приду. Ха-ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok